ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А теперь об этих и других событиях подробнее. Сегодня, 6 июня, в России отмечается Пушкинский день. Литературное творчество великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина сопровождает нас на протяжении всей жизни. Его произведения объединяют людей всех возрастов. Вероисповедание, национальность переводится на десятки языков мира. Пушкина называют основоположником современного русского литературного языка. Этот праздник отмечается во всех городах нашей страны. В этот день проходит множество культурных мероприятий, посвященных творчеству этого великого поэта, литературе и русскому языку. Как в период летних каникул уберечь своего ребенка от опасностей, которые ожидают его на улице? По данным Следственного комитета Российской Федерации, с 2015 года в регионе зарегистрировано более 300 сообщений о преступлениях, от которых пострадали дети. Причина тревожной статистики зачастую кроется в родительской беспечности и в незнании подростками элементарных правил безопасности. Летняя пора. В школе каникулы детвора дни напролет проводят на улицах. Свободного времени больше, а значит больше возможностей попасть в различные неприятные ситуации. Об этом говорит статистика правоохранительных органов. На период наступающего сезона летнего отдыха, как правило, приходится пик правонарушений в отношении несовершеннолетних. Поэтому мы настоятельно рекомендуем родителям говорить своим детям, что не надо без необходимости доставать сотовый телефон на улице. Необходимо избегать незнакомых и малознакомых компаний. Ни под каким предлогом нельзя идти с малознакомым человеком, будь то женщина или мужчина. На сайте Следственного комитета разместили отдельную памятку для родителей. Там описаны опасности, которые могут подстерегать ребенка на улице и как их избежать. Студенты физмата Смоленского госуниверситета разработали инновационный способ планирования беременности, позволяющий избежать сложных, а порой и дорогостоящих процедур. Женщине необходимо носить на руке браслет и установить на телефон специальную программу, которая будет сообщать о благоприятном времени для зачатия. На всероссийском этапе международного конкурса по программированию проект «Смолян» имел огромный успех в номинации «Инновации». Ярким креативным праздником открыли первую смену в лагере Дома творчества «Созвездия». О том, как прошло мероприятие и что запланировали организаторы для детей в июне, вы узнаете из нашего следующего сюжета. Торжественное открытие летнего оздоровительного сезона 2016 года в лагере Дома творчества «Созвездия» состоялось 3 июня. В этом году в нашем лагере отдыхает 115 человек. 95 детей оздоравливаются в лагере и 20 человек у нас работающие дети. Всего у нас получается 4 отряда и мы работаем по двум программам. Первая программа – это программа «Созвездия», которая рассчитана на всех детей нашего лагеря. Но есть также у нас и профильный отряд, который работает по определенной программе. Программа называется «Я лидер». Это социально-педагогическое направление. Все отряды к событию подготовились ответственно. Каждый сочинил девиз представления. Ребята исполнили песни и зажигательные танцы, которые они придумали вместе со своими вожатыми и педагогами-воспитателями. Завершился праздник флэшмобом «Радуга». Впереди у детей целый месяц интересной и летней жизни. Каждая неделя в этом году у нас будет тематической. Первая неделя – неделя знакомств. Вторая неделя – спешите делать добрые дела. В основу которой взят проект с форума вожатых. Победитель которой стала Катя Манюкова. Она была инициатором этого проекта. Третья неделя у нас – День кино. Все знают, что 2016 год в России объявлен годом российского кино. На этой неделе будет очень много интересных мероприятий, в которых, я уверена, примут участие и представители других оздоровительных лагерей нашего города. И четвертая неделя, она, конечно, наполнена волшебством. Она у нас так и называется – «Радуга желаний», где ребята смогут подвести итоги работы и своих отрядов. У нас работают воспитатели, работают педагоги, куда ребята ходят на творческие мастерские. Программа лагеря очень яркая, очень обширная. А мы делаем все, чтобы ребятам в нашем лагере было весело и каждый день был наполнен особенными чудесами. Лагерь «Созвездие» – это каждый день что-то интересное и познавательное. Ребятам здесь хорошо и комфортно. Трехразовое питание организовано в столовой школы номер два. Все, кто однажды отдыхал в этом лагере, хотят вернуться сюда еще раз. Я хожу в лагерь уже третий год, и с каждым годом тут все интереснее и интереснее. И надеюсь, что и в этом году будет и День Нептуна, и День Пиратов. И будут выборы президента лагеря. Хочешь быть президентом? Да. Я в этот лагерь уже хожу четвертый год. Здесь здорово и весело. Сюда ходят все мои подруги. В этом году, я думаю, я тоже отдохну. Очень классно и весело. Ну а нам остается только пожелать ребятам приятного отдыха. В области продолжается реализация программы по капитальному ремонту жилых многоквартирных домов. На этот и следующие годы запланировано привести в порядок почти 300 зданий. Это только краткосрочный план. Сейчас работы по капитальному ремонту ведутся в 175 домах по всей области. Жители тех домов, в которых уже провели ремонт, продолжают платить за него. Ведь работы им провели авансом за счет денег других людей. Смоленские славяне перепели песни Валентины Толкуновой. Собравшиеся в зале областной филармонии услышали песни известной певицы в народной аранжировке. В этом году ей исполнилось бы 70 лет. Ансамбль славяне существует уже 14 лет. В репертуаре артистов около полутысячи произведений. И на каждом их концерте залы переполнены. Нет свободных мест. На дорогах области внедряют аппаратно-программный комплекс, который будет измерять скорость движения транспорта с помощью вычисления времени, за которое он преодолевает расстояние между установленными вдоль или над дорогой регистраторами. Данные будут поступать в единую систему АПК РИФ. Это заставит водителей следить за скоростным режимом на всем пути своего следования. Следственным управлением МВД России по городу Смоленску направлено в суд уголовное дело по обвинению 57-летней местной жительницы в совершении мошенничества в крупном размере в отношении ветерана Великой Отечественной войны. Подробности вы узнаете далее. Следствие установило, что потерпевшая Смолянка 1926 года рождения как ветеран Великой Отечественной войны имела право на получение единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения. Пожилая женщина обратилась к своей знакомой за помощью в получении сертификата и приобретении собственность жилья по нему. Знакомая согласилась помочь. Потерпевшая оформила нотариально заверенную доверенность. По версии следствия, когда сертификат на сумму около 1 миллиона 100 тысяч рублей был получен, обвиняемая приобрела для потерпевшей комнату стоимостью 740 тысяч рублей, а оставшиеся 350 тысяч оставила себе. Приобретенная комната располагалась на пятом этаже, не имела индивидуального санузла и кухни. Таким образом, пожилая женщина лишилась права на полноценное жилое помещение. Ее родственница сообщила о сделке в полицию. Сотрудники полиции провели проверку, по результатам которой было возбуждено уголовное дело. В настоящее время оно направлено в суд для рассмотрения по существу. О криминальной обстановке в городе за минувшую неделю нам расскажет майор полиции Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 122 сообщения о преступлениях и происшествиях. Из них 6 сообщений о преступлениях. Зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 158 административных правонарушений, в том числе нарушений правил дорожного движения 134. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены 23 человека. А сейчас новости спорта. 1 июня на стадионе Атомтран студенты 1 и 2 курсов Десногорского энергетического колледжа сдавали нормы ГТО. Они показали высокую физическую подготовку по дисциплинам. Бег на 100 метров, прыжки в длину с разбега, метание гранаты, отжимания, подтягивания и пресс. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna-tv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова